Здравствуйте, с вами Марина Романюк, программа День города на ваших экранах. В едином стиле переход на дизайн-код в Рязани будет небесплатным. Рязань в радаре. Как работает новое приложение от Народного фронта? Жемчужины научных экспедиций. Спустя 10 лет этнографические раритеты снова доступны публике. С ноября прошлого года в Рязани утвержден единый дизайн-код города. Все вывески должны соответствовать стилистике. На замену уличных табличек предприниматели могут получить субсидию. В администрации города рассказали, как это можно сделать. Из пестрого и алиповатого в красивый и читаемый. Такая задача введенного дизайн-кода. Цель его создать благоприятную визуальную городскую среду и единый стиль. Так говорят урбанисты, мол, мешают рекламные вывески целостному восприятию. А утвердили дизайн-код еще в ноябре прошлого года. Тогда же он и стал обязательным. И применять его обязаны как бюджетные, так и коммерческие организации. Тут появляется вопрос. Как быть предпринимателем, который свою вывеску разместили, а теперь им нужно ее поменять? В администрации для этого подготовили субсидии. Субсидии эти предоставляют юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Организации которых расположены на центральных улицах. Это часть Первомайского проспекта, улиц Павлова и Кольцова, Кремлевский вал. В общем, адресов немало. Обращается в планную компанию и делает пакет вывески в зависимости от того, что это за здание ОКМ или не ОКМ. Он обращается в согласующую культуру. Его это главный управление архитектурой в СССР в городе Рязани. Либо это инспекция по крайней мере в культурном области. Получается согласование. Собираем документы, которые указаны у нас в восстановлении. Продолжение висит от этого документов. Принесит в управление культуры. Сумма субсидий – это 90% от всех затрат предпринимателя. Но они больше 100 тысяч рублей. Заявки на субсидию принимаются не позднее 10 ноября 2023 года. В России запустили приложение, через которое можно сообщить о вражеских беспилотниках Radar.nf. Сигнал поступает напрямую в силовые структуры. Сегодня эта программа пока доступна только для системы Android, а скачать его можно бесплатно в магазине приложений. Здесь нужно указать то, что вы видите. Да, как вы видите, есть беспилотник, взрыв, ракета, ДРГ противника. Или то, что вы не понимаете, просто какая-то угроза, о которой необходимо сообщить. Нажимаете «Сообщить». Да, после этого делаете фотографию. Сообщение о возможной угрозе идет напрямую силовикам. По словам разработчиков, приложение оптимизирует устранение беспилотников и других внешних угроз. Это приложение разработано командой разработчиков от Народного фронта. Появилось оно не так давно, этим летом. И создано оно в первую очередь для того, чтобы жители, наши граждане, которые увидят какой-то непонятный объект в небе, либо где-то увидят взрыв вдалеке, либо увидят ДРГ противника непосредственно на территории Российской Федерации, могли оперативно сообщить во все ответственные за это ведомства. За два месяца работы «Радар» уже показал свою эффективность по борьбе не только с дронами, но и с диверсионно-разведывательными группами в разных регионах нашей страны. Конечно, благодаря бдительности граждан. Граждане пользуются им достаточно активно. Да, мы, к сожалению, не обладаем общей статистикой. И в первую очередь мы здесь работаем не на количество самих обращений, а на количество ликвидированных угроз. И вот благодаря этому приложению, например, в Брянской области, уже были сбиты два беспилотных летающих объекта. Сделать «Радар» настольным приложением для своего смартфона предложил рязанцам и губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что программисты еще работают над модернизацией программы. Пока оно есть только для андроида, но сейчас специалисты думают, как вывезти его на iOS, на iPhone. Соответственно, через приложение можно сообщать о беспилотниках, если мы видим что-то подобное. За пару месяцев «Радар НФ» уже скачало порядка 50 тысяч человек. Пользоваться им просто. После установки нужно авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Движение «ЮИД» существует с 1973 года. Сейчас оно насчитывает уже почти полмиллиона участников, ребятам от 8 до 16 лет. Существуют отряды юных инспекторов дорожного движения в 85 регионах России и Рязани с кульчением не стало. Быть «ЮИДовцем» не только почетно, но и ответственно. С таким напутствием для юных инспекторов дорожного движения выступили сотрудники госавтоинспекции. Ведь в эти дни в школе номер 63 прошло посвящение четвероклассников в «ЮИД». Аплодисменты юным инспекторам дорожного движения 4-го А-класса. Клянемся быть верным помощником работников ГИБДД и с честью и достоинством носить гордое звание юного инспектора движения. «ЮИД» – это детская организация юных инспекторов движения. И теперь задача ребят – помогать сверстникам узнавать все о правилах дорожного движения и о том, как правильно вести себя на дороге. Притом научить не только одноклассников, но и старшее поколение. А самое главное, я думаю, что каждый должен начать с себя и сам соблюдать всегда правила дорожного движения. Второй момент – своих родителей приучить к соблюдению требований дорожной безопасности. А потом уже и другим людям, и в первую очередь своим сверстникам и ровесникам рассказывать о необходимости соблюдения требований правил дорожного движения. В течение учебного года юидовцы будут изучать основы дорожной безопасности, проводить разъяснительную работу в школе по правилам дорожного движения, принимать активное участие в мероприятиях по ПДД, совместно с сотрудниками ГИБДД проводить пропагандистские акции и профилактическую работу среди участников дорожного движения, организовывать соревнования, конкурсы и викторины. Все это внутришкольная работа, цель которой – популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. Отряды «Вид в школе» – это огромное подспорье в организации учебно-воспитательной работы по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма. Эти отряды играют огромную роль, и всегда дети, которые входят в такие отряды, они являются нашими главными, важными помощниками в очень значимых и школьных мероприятиях, и акциях. Другая важная цель отряда – будущая профориентация. Ведь часть ребят уже сейчас знает, кем они хотят стать, когда вырастут. В юбилейне для художественного музея ГОД открылась экспозиция «Народное искусство Рязанского края». Долгое время большая часть экспонатов не была представлена в залах, но в августе раритеты снова появились на своих местах. Пизанская земля – один из прославленных центров народного искусства России. Вышивка, кружево, венис и керамика гармонично представлены рядом с элементами народного косюма. Помимо безымянных работ, здесь есть и шедевры рук прославленных мастеров. Мы очень давно ждали обновленную, восстановленную экспозицию народного искусства. Это не выставка, это продолжение нашей постоянной экспозиции. Ее не было почти 10 лет. Долгие 10 лет. Экспозиция не является этнографической. Все экспонаты подбирались с точки зрения их художественной ценности. Начиная с 60-х годов прошлого века, сотрудники музея отправлялись в настоящие научные экспедиции в районы Рязанской земли и подбирали экспонаты. Каждый из них заслуживает отдельного внимания. Замужняя женщина обязательно должна была покрывать волосы целиком. Не имела права быть простоволосой или, как говорили раньше, блестеть волосом. Если хотя бы одна прядь выбивалась из-под головного убора, считала, что какая-то злая сила могла за нее потянуть и наслать порчу. Все в этом головном уборе символично. Пушки и серьги, элемент рожек, ленты – это не только красиво, но и обладает обережным смыслом. Именно эту кичку носила женщина из села Высокое Захаровского уезда. Другой визитной карточкой региона давно стала скопинская керамика. В зале музея работы сразу трех поколений скопинских мастеров. Первое упоминание о гончарах, которые жили в Скопине, относится еще к 17-му столетию. Был такой сын Бертников. Вот где-то он жил на скопинской земле и делал удивительные вещи из простой, но очень капризной скопинской глины. Этот промысел живет до сих пор, вытягивается форма сосуда, или вот мы видим здесь фигурки декоративные, подсвечники из глины на гончарном круге. А затем детали соединяются вместе с помощью разжиженной глины шликера. Отправляется в печь, покрывается свинцовой глазурью, которая стекает под воздействием температуры и покрывает изделие такой яркой, блестящей стекловидной поверхностью. В традиционном для Скопина цветовом решении это желто-зелено-коричневый. Помимо работ скопинских мастеров представлена вырковская и сапожковская игрушка. Из обычной глины с огородов мастера делали фигурки сказочных образов людей, которые тепло воспринимаются по сей день и взрослыми, и детьми. Интересным дополнением к рязанскому народному творчеству стали майолика к жели, расписные шкатулки палиха, кончарное искусство Дагестана, вологодская резьба по кости. Стоит добавить, что залы оборудованы мультимедиа, а также на современном этапе расширились возможности музея в реставрации предметов, хранящихся в фондах. А это означает, что мы увидим еще немало интересного. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. До 23 сентября включительно возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. Футболисты Рязани в 1.32 финала Кубка России встретятся с возмутителем спокойствия прошлого розыгрыша – Тольяттинским «Акроном». Но выход в эту стадию дался рязанцам ценой потери сразу нескольких игроков основы, а не травмированные. Вот и в матче с Раменским Леон Сатурном запала нашим футболистам хватило всего на 30 минут. Ключевым моментом матча Рязани и Сатурна стал пенальти, назначенный уже на 18-й минуте. Но голкипер гостей Валерий Матвиенков в эффектном прыжке парировал сначала удар с точки от Владимира Маркова, а потом еще и добивание. Спустя 6 минут Марков реабилитировался в менее очевидной ситуации, закрутив мяч в угол ворот гостей со штрафного. Но уже спустя 4 минуты черно-синий счет сравняли. Пасом вразрез между защитниками хорошо воспользовался Илья Придеус. К сожалению, мы без трудностей не можем, поэтому немного их все создали. Но с честью вышли ребята молодцы, поэтому поздравляю всех. Сразу после перерыва преимущество гостей стало подавляющим. Результатом этого стали два забитых мяча в ворота от Махова в течение двух минут. А на 75-й минуте гости установили окончательный результат. 1-4. Судя по всему, кубковая победа обошлась для Рязани слишком дорого. К сожалению, в нашей команде огромные людские потери. В составе много, даже очень много травмированных. Те, которые были травмированы ранее, мы в авральном порядке выпускаем их на игру. Они совершенно не готовы функционально. Поэтому после 30-й минуты и далее череда замен. Просто затыкаем дырки. Даже если не по своим позициям, приходится играть. Ну и приводит к таким печальному результату. После этого поражения Рязань опустилась на 11-ю строчку в турнирной таблице. Следующий соперник – знамя из Ногинска. Но сможет ли Рязань собрать состав из здоровых игроков – большой вопрос. Ответ на который тренерскому штабу нужно будет найти в ближайшее время. 19 сентября православные христиане вспоминают Архангела Михаила. Народный праздник, посвященный этому событию, называется «Михайлово чудо». Согласно старинным традициям, в этот день было не принято заниматься тяжелой работой, ссориться, повышать голос на детей. Архангел Михаил – один из самых почитаемых библейских персонажей. Слово «архангел» трактуют как «старший посланник». Имя святого, состоящее из трех слов «ми-ка-эл» означает «кто как Бог». В православной церкви Архангела Михаила называют архистратигом, считая его главой святого воинства ангелов, охраняющих закон Божий. Архангел Михаил покровительствует христианам, которые борются со злом. Архистратига Михаила также считают защитником душ умерших. Это он, согласно писаниям, вознес на небеса души Авраама и Девы Марии. Он стоит на охране врат рая. С давних времен архистратига Михаила считают борцом со злом и несправедливостью. К нему обращаются с просьбами о помощи, когда ее ждать неоткуда. Наши предки считали, что в день Михаила могут исполниться все пожелания, поэтому к святому обращались с важными просьбами, стараясь не беспокоить по мелочам. Чаще всего люди просят избавить от тяжелых болезней, помочь в решении семейных проблем, в воспитании детей. Михаилово чудо благоволит людям, которые находят в себе силы забыть старые обиды и примириться с давними врагами. На Михаила в старину старались полакомиться рябиной. Считалось, что к таким людям зимой не пристанет ни одна болезнь. Приметы Михаилова дня связаны с природой и погодой. К этому моменту на Руси начинались заморозки. Михаил заморозком прихватил, говорили наши предки. Если после Михаилова дня на деревьях люди видели и не знали, зимой будет много снега. Наши предки в это время старались побывать в лесу. Если там было много грибов, это означало, что зимой будет много снега. Если береза к Михаилову дню успевала покрыться желтыми листьями, понимали, зима будет ранней. Если Михаилов день был теплым, холода придут не скоро. А если осиновый лист ложится изнанкой вверх, зима будет теплой. Наоборот, то холодный. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова